Все еще впереди, все еще впереди, впереди. У нас нет еще платного телевидения здесь в России. У нас огромная страна, огромный потенциал. Многие хотят сюда приехать, интересно, но мы еще в профессиональном, как профессионалы, в зачаточном уровне. Все-таки 11 лет это огромный срок. И для Зеба он поменялся. Если сидишь за боксом, он очень неплохо выиграл последний бой, стал чемпионом. И я, честно, был рад за него. Но как он поведет себя в данный момент? Или будет тот же чалыч такой, ребячество, которое у него находилось, или это будет совсем другой человек? Я был очень рад, потому что он приехал сюда совершенно новым. Мы встретились, пожали тут в другую руку, обнялись, сели, много общались, много вспоминали. У нас очень много общих знакомых. Я передал привет его, он передал привет моему папе. Хорошо посеяли, поговорили. Было просто здорово. Я получил удовольствие в этот счет. Как, с чего началось, я думаю, это умение преодолевать само себя, свои слабости, свои трудности, свои, как будто то, что ты говоришь, что не могу. У нас самих два человека, два характера. Один говорит могу, второй говорит не могу. Каждый с этим живет. С каждой. Просто научился в своей жизни преодолевать вот этот свое нет, свое негатив. Соревнования с ним с собой, соревнования с ветром, с дождем. Все, что происходит везде, это соревнования. Это становится образом жизни. Спорт – образ жизни. У меня этот образ жизни произошел в 12 лет. С 12 лет я тренировался, когда тренировался, два раза в день. Каждый день. Невзирая ни на что. Я помню момент был, когда мне было лет 13-14, я заболел. У меня была температура где-то 39, и меня не берут на соревнования. Я думал, это был самый страшный день в моей жизни на тот момент. Я говорю, как вы не можете меня взять на соревнования? Я же, я же, это же, это же все. Если я не выступлю здесь, это же конец жизни, все. Меня еле уговорили. Это была сумасшедшая трагедия. Это родители, это тренер мой поставили такие условия, чтобы только я не уехал. Для меня была эта трагедия. Я живу с этим каждый-каждый день. Вот если вы научитесь в самом себе не искать оправдания, называть, но экскюз, ни в чем. Потому что очень часто мы находим оправдания своим, вот этим слабым, слабостей своей. Оправдания могут быть любые. То простых, банальных, что забыли постирать шнурки, то то, что у нас встреча определенная новая произошла, в которой срочно нужно что-то сделать. Тысяча отговоров существует, чтобы не сделать то, что ты задумал. Вот я думаю, что первый урок, который для себя вы должны поставить, это ставишь цель, и нельзя ли на что ее выполняешь. Пускай маленькая. В самом начале это будет маленькая цель, но она должна быть выполнена. Потом становится выше, выше, выше и сложнее. Ты научишься преодолевать само себя. Я думаю, это даже урок больше не взрослым, а детям, которые хотят достичь чего-то. Вот тебе сколько лет? Да. Нет, ну ты ему маленький, а? Да. 15? Есть у тебя цель в жизни? Стать чемпионом. Чего? Мира. Чемпиона мира по? По боксу. По боксу, да? Сколько у тебя сейчас боев? 30. 30 боев. Вот я тебя очень прошу, как тебя зовут, извините? Максим. Максим. Вот сегодня придешь домой и сделай запись. Есть дневник? Не школьный. Да. Не школьный. Запись, 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 запись сегодня. Сделай запись в своем дневнике, что у нас сегодня была встреча. И ты дал обещание мне всем то ты станешь чемпионом мира. Хорошо. Сделай это, кстати. АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь у нас 15 лет. Реально. Через 20, через 10 лет ты это можешь случиться. Но сделай встречу, чтобы через 10 лет ты меня нашел. И сказал, что смогла эта мечта твоя исполниться. Я думаю, что в тот момент я уже сам тебя увезу. Завтра у вас сколько подъем? Восемь. Восемь. А почему не в семь? А почему не в семь? Каникулы. А? Каникулы. Это называется экскьюз. Нет слова каникулы. В жизни нет каникул. Вот научиться вставлять. Вот мне не хочется вставать в 6 утра. Причем поставь в будильник сам, разбуди маму, папу. Они очень обрадуются этому. Но ты заставь самого себя сделать то, что ты не хочешь сегодня. Сегодня ты может еще и хочешь. Но завтра утром в 6 утра ты скажешь, может еще полчасика подъезжать. Вот так начнешь ты преодолевать самого себя. Каждый день. Каждый, каждый день. Каникулы. Да каникулы-то хорошие вещи. Два раза в день можно тренироваться. Сейчас вы взяли вот Александра Поветкина. Своё предложение. Вопрос такой. Вы наверняка видели, как работал Валерий Иванович Белов, как Александр Зимирова тренировал. Вот что на ваш взгляд они не додали ему, что вы ему можете дать. Каким вот вашим работам. Ну каждый тренер, как каждый человек, он индивидуальный. У него есть свой опыт, свои сильные стороны. У вас наверняка, когда вы видели, как они работают с Поветками, вы наверняка думали, вот я бы сделал... Я не видел, как они работали с Поветками. Я видел их результат. Результат. Знаете, номер один, я очень люблю и уважаю Валерия Ивановича Белова. Потому что это был человек, который помог мне... Помог пробить меня в команду, чтобы я выступил, стал чемпионом Советского Союза первое в 80-м году. Я очень люблю и уважаю этого человека. Зимина очень хорошо люблю и уважаю. У них другой подход. У них совсем другой подход. В чем отличается... Я начинающий тренер. Я не ставлю себя даже на их рам, потому что они уже доказали что-то определенное. Я не хочу сравнивать себя с Сашей. Но я ему показываю во время работы, что ему нужно. Что ему не хватает, но не хватает чисто простой физической подготовки. Простой физической подготовки. Я еще раз говорю, не хваля себя, я его загоняю за полчаса. Уничтожу во время работы. Не должно быть так. Он действующий спортсмен. Мы одновременно с ним работаем. Я всех еще переделываю. Дениса, Сашу, всех, кого я ставлю, я всех переделываю. Это неправильно. Понимаешь? Вот когда они начнут меня переделывать... Помнишь Рокки? Один из Рокки-фильмов, когда его тренера обгонял, когда он выиграл черного, я не помню, он... А потом он... Третья часть. Третья часть. Вот четко. Вот сейчас у ребят именно тот этап. Они многое не понимают и не знают. Они считают, что... Они еще живут старым запасом. Все еще впереди, все еще впереди, впереди.